Евгений, я приветствую тебя из города Санкт-Петербурга. Сейчас я нахожусь в самом центре нашего города. И мне приятно с тобой познакомиться. И первый вопрос для тебя. Евгений, я знаю, что ты сейчас активно путешествуешь и в данное время живешь на Бали. А вообще, переезд в другую страну, это достаточно рискованный шаг. Это выход из зоны комфорта. Поведай же секрет, почему люди выходят из своей зоны комфорта и что означают путешествия лично для тебя. Кира, привет, на связи Евгений Иванин. Отвечаю на твои вопросы. Ну, во-первых, давай так. Дело в том, что мы, я имею в виду нас всех людей, мы всегда ищем зону комфорта для себя. То есть я не считаю, что я до этого жил в каких-то дискомфортных условиях. Для меня Россия тоже была достаточно комфортная страна до определенного момента моей жизни. Потом мне просто стало там дискомфортно. Я решил найти себе более комфортное место, заняться более интересными делами, чем, допустим, в России. Соответственно, мое решение было начать путешествовать уже не по России, а путешествовать уже по дальним каким-то странам. И первая моя страна такая, в которой я даже остался жить, это Индонезия, остров Бали. Сейчас я изучаю этот остров, уже даже провожу, провел несколько экскурсий, ездил на соседние острова. Мне здесь очень нравится. Для меня на данный момент это тоже зона комфорта, к которой я уже привыкаю. Познакомлюсь уже со многими людьми, не только русскими, но, соответственно, и местными, с которыми я также общаюсь. И для меня это уже также обычная жизнь, это зона комфорта, из которой, скорее всего, в ближайшее время я буду выходить. Вот здесь, кстати, крики. Недалеко от меня находятся рисовые поля, и человек, местный, назовем его абориген, пугает птиц. То есть распугивает птиц от риса. Так что не обращайте внимания, не думайте, что это кто-то нам мешает записывать интервью. Поэтому, что могу сказать насчет смелого шага. Для меня это был обычный шаг, который уже я предполагал, что он у меня будет. И я, да, я очень рад был, когда я сюда переехал, но я не считаю себя каким-то героем. Приехав сюда, я увидел людей, даже не то, что приехать до того, как приехать сюда, я увидел, что здесь люди спокойно живут, причем живут семьями. Один из таких замечательных людей, моих друзей, это Иван Бабошин, он чемпион России по бомбинтону. Он переехал сюда вообще жить всей семьей. Начал также зарабатывать деньги через интернет. И мы с ним периодически встречаемся, даже занимаемся спортом вместе. Поэтому для меня, как бы для одного, это была не проблема. Проблема может быть для тех, кто боится переехать с семьей целой. То есть не знают, как переехать с семьей, тогда это да. А один человек, что, я не знаю, взял билет, прилетел, снял себе дом и спокойно живешь в этих уже условиях. То есть я здесь не вижу каких-то своих геройских поступков или заслуг. Ну и я считаю, что люди, если ответить на этот вопрос, всегда переходят из одной зоны комфорта в другую зону комфорта. Потому что предыдущая зона становится им уже дискомфортно. Ну, а кому-то, может быть, и комфортно всю жизнь жить в тех условиях. И, в принципе, ничего здесь такого, я считаю, нет. Каждый выбирает сам, что ему делать и куда ему идти. А какая обстановка в плане душевного комфорта на Бали? И что бы ты мог особо отметить из позитивных сторон проживания на Бали? И что отличает Бали от наших каменных джунглей, да, больших городов России? Ну, душевный комфорт здесь. Я не знаю даже, как ответить на этот вопрос. Мне здесь очень душевно комфортно. Здесь классная природа. Здесь, не знаю, температура практически все время одинаковая. Здесь очень много разных экзотических фруктов. Здесь очень много чем можно заняться, куда съездить. То есть здесь, я не знаю, мне очень здесь нравится, да. И душевный комфорт я здесь ощущаю по полной, да, пока что на 100%. Вот. Больше мне здесь сказать нечего, потому что, ну, не знаю, что я могу сказать, да, в плане душевного комфорта. Мне здесь очень комфортно. Я очень полюбил эту страну, полюбил этот остров. И мне здесь очень нравится. Чем отличается Бали от других, от каменных джунглей России? Ну, чем она может отличаться, Бали, да? Соответственно, за окном просто другая картинка, да? То есть здесь пальмы, леса и так далее, да? В отличие от того, что мы смотрим за окном нашей квартиры, нашего дома, да? Ну, у кого-то, возможно, тоже леса, российские березки, да? Но те, кто живут в каменных джунглях, обычно видят, что дороги, машины и так далее, да? Соответственно, в плане людей, да, здесь тоже люди все доброжелательные, все всегда улыбаются. И когда ты просыпаешься, выходишь на улицу, ты видишь просто море улыбок. И, соответственно, твой день также начинается с улыбки. И ты живешь этот день, ну, так скажем, в радости. И, ну, не знаю, так скажем, день становится радостным и более полным, так скажем, нежели в России. Потому что в России я заметил одну такую тенденцию. Люди все как-то... Там очень много людей идут на работу не с улыбкой, да, а идут как на каторгу. То есть у всех лица грустные, замученные. Я их очень прекрасно понимаю, потому что, возможно, эти люди не видят выхода из какой-то ситуации. Им приходится делать нелюбимую работу, делать нелюбимые вещи, поэтому у них всегда кислые лица. Ну, что с этого взять? Я как бы решил от этого немножко отдохнуть, уехать куда-то, да, и посмотреть на лица, которые меня более устраивают, которые более позитивные. Ну и, соответственно, вот такая вот здесь обстановка на Бали. И это отличает Бали от наших каменных джунглей. Ты упоминал в одном из интервью, что сейчас активно занимаешься саморазвитием. Расскажи подробнее, как происходит этот процесс и какую литературу по саморазвитию ты читаешь? Литературу по саморазвитию я сейчас на данный момент, да, не то что изучаю. Я периодически слушаю аудиокнигу «Транссерфинг реальности». Точнее, я уже ее прослушал и переслушиваю еще несколько раз. А начать я вообще советую с тех книг, которые будут способствовать достижению ваших личных целей, да, потому что у меня цели одни, у вас, может быть, цели другие. Я начинал именно с Роберта Киосаки, Робин Шарма. Советую, кстати, почитать «Святой серфингист и директор». Это немножко поменяет в вашей голове вообще образ мышления. Ну, а закрепит, наверное, все-таки образ мышления, это все-таки «Транссерфинг реальности». Немного расскажу об этой аудиокниге. Вообще, как бы, человек сам может создавать себе реальность, я в этом убедился. То есть, просыпаясь с утра, приведу просто один пример, да, допустим, идет дождик и гавкает собака, там еще что-то происходит. Вам это может не понравиться. То есть, вы к этому уже заранее настроены негативно, опять это дождь, опять это злая собака, как мне все это надоело. Соответственно, у вас день начинается с негатива, и вы уже построили свою реальность на этот день практически. Вы ее можете потом в любой момент, конечно, поменять, но на данный момент реальность такова, что у вас все плохо. Если же вы просыпаетесь и видите за окном дождь, да, лает собака и относитесь к этому совсем по-другому, говорить, о, как хорошо, утренний дождик идет, да, о, собачка проснулась, да. То есть, у вас отношение, когда начинает меняться к тем вещам, которые вы видите, соответственно, у вас и день начинается по-другому, начинается другая реальность. Из той реальности, которую вы сначала создавали, о которой мы говорили, да, плохая такая реальность, скажем, все плохо, все плохо. Здесь у вас, в этой реальности у вас уже все хорошо. И, соответственно, я на этом закончу, да, просто прочитайте или прослушайте эту аудиокнигу, и вы сами все поймете, как можно менять свою жизнь, просто думая позитивно, да, думая позитивно, улыбаясь чаще, да, соответственно, и ваша жизнь, она всегда наладится и будет совсем другой, поверьте мне. Евгений, ты стал фрукторианцем после начала твоих путешествий. Расскажи, пожалуйста, подробнее, почему ты выбрал именно этот путь, и что изменилось в твоем организме с новым питанием? Ну, немножко, может быть, огорчу, я совсем фрукторианцем не стал, просто приехав на Бали, я увидел изобилие фруктов, которые здесь есть, и узнал, что есть люди, которые питаются одними фруктами практически, да, я этих людей встретил, и решил просто подставить над собой такой эксперимент. Начал есть постоянно фрукты, и я почувствовал, что мой организм стал более легкий, мне стало более, так скажем, комфортно передвигаться, то есть не чувствовал какой-то тяжести, мне стало просто очень классно. И, соответственно, постоянно, да, есть фрукты я не могу. Вот, я и на мясо, от мяса я полностью отказался, сразу говорю, да, но я сейчас ем и морепродукты, соответственно, и овощи, и фрукты. Я решил просто отказаться пока что от мяса, полностью на фрукты я не перешел, месяца фрукторианства мне достаточно хватило, хотя сейчас я себя чувствую не намного хуже, чем когда я ел просто одни фрукты. Соответственно, когда я их ел, я очень сильно похудел. Евгений, я знаю, что ты занимаешься йогой, расскажи подробнее, почему ты занимаешься именно йогой и что она тебе дает? Во-первых, йога, и вообще, Бали, этот остров, он создан для йоги, если вдаваться в какие-то сакральные вещи, то Бали является одной из чакр земли, и по сакральным вещам, да, это Всемирный Центр Очищения. Здесь очень много людей занимаются йогой, соответственно, меня это тоже как-то заразило, я решил попробовать и, честно сказать, очень рад. Йога решает одну большую проблему в людях, да, это когда, то есть большинство из нас привыкли обращать внимание на других, говорить о других, то есть обсуждать других людей, но мы всегда забываем про себя, забываем смотреть на себя со стороны, развивать именно свои какие-то новые качества, в йоге они называются ситхи, и йога, она дает, наверное, возможность взглянуть на себя и выстроить себя именно так, таким человеком, которым вы хотите себя видеть, получить свой стержень, да, так скажем, и не только оздоровить ваш организм, да, но и также оздоровить ваш ум и, не знаю, выработать какие-то новые привычки, новые ситхи, так их назовем, вот это вот все дает йога, поэтому я и занимаюсь, и я стал душевно спокойный, уравновешенный человек, то есть меня сложно как-то вывести из равновесия, потому что я благодаря, может быть, йоге знаю то, что мне нужно, знаю, куда мне двигаться, и я всегда нахожусь в таком состоянии, уравновешенном, я имею свой стержень, только благодаря йоге. Если у вас какие-то проблемы, не знаю, с организмом, там еще чем-то, занимаетесь йогой, во-первых, вы излечите свой организм, во-вторых, вы получите новые какие-то знания и будете развивать в себе новые ситхи или новые навыки или умения, так скажем. А занимаешься ли ты спортом? Если да, то каким? Расскажи подробнее. Дело в том, что раньше когда-то я занимался дзюдо, занимался бодибилдингом, занимался спортивным ориентированием, то есть туризмом, да, для меня это были виды спорта, которым я уделял очень много времени, да, соответственно, дзюдо я занимался 6 лет, потом даже историческому эффектованию я уделял 5 лет и так далее. Сейчас я не сосредотачиваюсь на каком-то одном виде спорта, для меня это уже такой стиль жизни, сегодня я захотел, пошел, занялся, верфингом, поехал на океан, да, завтра захотел, поехал с Иваном Бабошиным, поиграл в бомбинтон, послезавтра захотел, пошел в горы, ну и так далее. То есть я сейчас не сосредотачиваюсь на каком-то одном виде спорта. И мне сложно сказать, то есть подробно рассказать о каждом виде, да. Мне нравится все, мне нравится жизнь, в которой я сейчас живу, и нравится заниматься всем по чуть-чуть, да, то есть именно в плане спорта. Я уделяю больше времени своим каким-то тем делам, которые мне более сейчас интересны, более нужны. Спорт это для меня тоже мое дело любимое, ну не то, что, как сказать, любимое. Это уже стало стилем жизни по большей части. То есть у меня нет какого-то прям четкого вида спорта, который мне нравится, да. Я занимаюсь этим постольку поскольку. Давайте говорить так. Евгений, расскажи нашим зрителям, как же начать жить в путешествии, с каких мысленных установок необходимо начать. Ну, во-первых, есть одна такая мудрая мысль. Учитель приходит тогда, когда ученик готов. Если вы готовы уже к своим путешествиям, да, потому что не всем это нужно, и каждому нравится куда-то ездить, там, переезжать и так далее, но если вы готовы к путешествиям, вам достаточно просто делать так же, как делают те люди, которые уже путешествуют, да, смотреть видеоролики, благо этих роликов очень много в интернете. Можете посмотреть советы, можете напрямую обращаться к тем людям, которые уже путешествуют, спросить там какие-то нюансы, как переехать в другую страну. Вы, соответственно, получите на это ответы. Переехать в другую страну нет ничего сложного, вы просто берете, покупаете билеты, переезжаете сюда. Другой вопрос, где взять деньги на переезд, да, и как вообще зарабатывать удаленно. Сейчас очень много способов заработка удаленно, об этом я пишу вообще на своем блоге частенько. Вот. И если у вас, допустим, даже есть уже недвижимость, если у вас есть имущество какое-то, вы можете спокойно все это сдать в аренду, и на эти деньги спокойно путешествовать. Я знаю многих людей, которые сдают просто свои квартиры, путешествуют по Бали, занимают не только по Бали, вообще по Азии, по разным странам, занимаются любимыми делами, просто сдавая несколько квартир, которые у них уже есть. Если у вас уже есть несколько квартир или одна квартира, вы можете спокойно ее сдавать, и, соответственно, жить в любой точке мира практически, да, где вам заблагорассудится. Все очень просто. Самое главное – это ваше решение. Взять и переехать. Если у вас есть какие-то вопросы, вы всегда можете их мне задать, либо задать тем ребятам, которые также путешествуют. Если вы хотите с семьей переехать, найдите в интернете моего друга Ивана Бабошина. Он путешествует всей семьей, причем с маленьким грудным ребеночком. И у него двое детей. У них все замечательно, поэтому не бойтесь ничего. Если у вас есть решение путешествовать, берите и путешествуйте. Я думаю, на этом все, Кира. Надеюсь, я на все твои вопросы ответил в полной мере. И всем огромное спасибо тебе. Тоже спасибо за вопросы. Надеюсь, мы встретимся еще не так вот, как бы через интервью, а встретимся в реальной жизни и запишем уже интервью в какой-либо из стран. Вот это не важно. Ну, в общем, на этом все. До скорых встреч. С вами был Евгений Иванин. Пока-пока. Евгений, я была рада с тобой познакомиться. Спасибо тебе большое за интервью. Я тебе желаю успехов и развития твоих проектов. До новых встреч.